египетская сила поисках интернета какие коммуникации для современного человека самые главные вода электричество канализация связь у нас здесь нету связи у нас мы здесь приезжаем просто мы кайфуем конечно уезжаешь на неделю визу на связи с другой стороны понятное дело что у всех бизнес работа но это такое там серьезное выключение из процесса потом кучу кучу времени приходится разгребать всякие истории поэтому связь нам нужно в любом случае в том числе чтобы выкладывать вам интересный материал чтобы вы видели все наши обновляжки а если еще не подписались то надо срочно подписаться поставить лайк колокольчик все дела вот короче к чему я это солнечные панели у нас работают батареи заряжены ток 220 у нас есть территория у нас огороженная и никто не разрушает и мы наконец-таки дошли до этапа когда мы можем заняться связью здесь есть 4g связь там далеко мы ходили с палкой дали усиливающую антенну пробовали найти сотовую связь эгипетская сила привет на связи айбрека пытаемся поймать интернет у нас направленная антенна устройство поддерживающий антенн мтс только 2g поисках интернета сейчас калыча она здесь есть она пробивает отраженная даже иногда там где-то получается позвонить но это все очень нестабильно но речь не идет о 4g связи что остается надеяться на илона маска вот а пока илон маск не сделал свой starlink мы купили просто обычную спутниковую тарелку двойного действия то есть она и принимает сигнал и передает сигнал через спутник вроде бы ничего в этом сложного нет и оборудование даже стоит не каких-то супер космических денег дорогая потом оплата то есть нет главный минус спутникового интернета пока которому вы себе это то что нет привычного нам полного безлимита то есть все тарифы они дороже чем 4g связь и они все по мегабайтные но поскольку пока другого выхода нет мы будем подключать обычный спутниковый интернет двойного действия а илону маску я уже написал заявку на подключение и мне пришло в ответ письмо что как только в вашем регионе появится возможность мы обязательно вам пришлем оборудование так что мы ждем новостей с марса и ловим спутники пока из россии вот в такой коробке нам пришел спутниковый интернет я честно скажу мы говорили честно снимать да все все плюсы и минусы косяки и так далее поляне я его распаковывал собирал так на коленке и направлял чтобы проверить что все работает чтобы не было никаких косяков самая главная штука вот все что нам нужно чтобы воевать сигнал со спутника есть такое руководство китайское лего для взрослых не сильно такое внятное но собрать можно тяжелая железяка в нее будет крепиться поскольку я ее собрал дома по инструкции сейчас буду собирать по памяти посмотрим что получится инструкцию это не по-пацански реальный пацаны открывают только тогда когда уже все сломать да мы не будем ничего ломать все нормально пришла эта история в том что она вот так крутится и можно будет выставить некий угол пока что мы поставим его на 90 градусов вначале когда собираешь можно сильно не запариваться главное собрать все эти механизмы крутящиеся правильно а потом уже когда будет идти этап настройки тогда уже все это поворачивается и так далее это реклама мы не покупали ее у госпома Перед тем как дособирать спутник нужно провод продеть через эту палку, можно в принципе не продевать через нее, потом подвязать просто хомуточками, но красивше будет если она будет просто продеваем внутрь и начинаем собирать подставку. Это собственно приемник сигнала и передатчик, для того чтобы закрепить нам нужно шестигранной. На этой штуке есть особенность, там есть буковка Б, с другой стороны буковка А есть и нужно уточнить у поставщика, когда вы получаете оборудование, какая у вас должна была полярность Б или А. Если у вас полярность не та, засовываете вот сюда ключик, откручиваете эти четыре гаечки, снимаем, поворачиваем, меняем полярность. Вот у меня уже стоит правильная полярность, но я там откручивал, как раз таки ее менял, у меня стояла изначально А. Так, вот здесь еще есть нюанс, ее можно так поставить, а можно вот так. Специальная картинка, видите, на картинке видно, что плоской крышкой вверх. Вставляем, здесь есть специальная точечка, которая не дает поставить трубу, ненужной стороной не в ту сторону. Работаем не спеша, инструкция нам не нужна. Вот. Так, Саня, куда у нас смотреть будет, в тарелку или? Ну, внимательный пользователь может заметить, что приема передатчик смотрит не в ту сторону. А все потому, что мы не заморочились подумать, что ли. В общем, не той стороной прикрутили. И попали на выкручивание и закручивание трехболтов. Мы же нормальные пацаны. Нам инструкция не нужна. Ну, собственно, что неправильно было? Не в ту сторону. В принципе, все готово, можно крепить кронштейн и вешать ее. Потом будем подключать. Ну, что сложно, железки все собираются, интуитивно понятно, если быть честным. Вот, нужно внимательно смотреть, думать. Ну, вот некоторые нюансы мы не той стороной поставили, перекрутили. Ну, бывает. Короче, лестницы у нас здесь еще нету, но будет. Заведемся. Пока такая хрень, посмотрите. У нас сегодня веселые достойки. Опора у нас готова, с небольшими сложностями. Ну, готова. Вешаем то, что мы собрали на земле. Паш, подашь мне. Главное, главное не пукнуть. Дальше все просто, она одевается. Модем классически похож на любой-любой модем. Здесь есть RF-IN и RF-OUT. У нас на кабеле, помните, мы на приемнике подключали RX и TX. У нас кабель промечен, здесь RX, здесь, соответственно, TX. Вот, смотрим инструкцию. RX, это вход. Вот, написано RF-IN. RF-IN. Сюда подключаем RX. Сюда, выход. Его можно подключить сразу на прямую к компьютеру, но в компьютере у меня, допустим, уже нет таких LAN входа, у меня нет. То есть, мы будем пользоваться Wi-Fi, поэтому мы сразу взяли с собой Wi-Fi модем. Включаем всю эту розетку, включаем ноутбук. Итак, мы подключились к нашему модему. Наш модем подключен к модему спутниковому. Набираем, как в инструкции сказано, sky.manage в браузере и попадаем в настройки модема спутникового. Вот такая фигня нам видна. Вот здесь, смотрите, вот это введите код местоположения и введите код RCH кластера. Вот эти данные вам нужно получить у оператора. И мало того, еще нужно, вот здесь табличка, загрузить таблицу, получить файл кластеров. Вот с этой историей мне дали один код неправильный, я целый день мучился, не мог подключиться. Поэтому, когда покупаете, ну почему-то вот у оператора это не на автомате не настроено. То есть, я позвонил, техслужба, они сказали, да, без проблем дадим, там, скинули. Вот, но пока я дозвонился, техслужба, то, то, все, и еще они и перепутали. Вот, поэтому, ну просто, когда будете прямо платить деньги, попросите, чтобы вам это сделали еще раз в включенном режиме. Все, у меня все данные уже введены здесь, потому что я его проверял. Нажимаем кнопочку «Далее», появляется такая страничка, и здесь у нас «Начать наведение». Вот, начал пищать наша антенна. Вот здесь он будет показывать количество сигналов, количество приемов, видите, сейчас приема нет. Вот, то есть, мы сейчас включили поиск наведения антенны и идем на крышу искать, собственно, связь. Медленно вращаем антенну и слушаем, что она нам говорит. Ё-о-о! Слушайте, как меняется? Чем сильнее он пикает, тем больше уровень приема. Нашли, где он ловит, фиксируем, это была грубая настройка, то есть, уже модем интернет поймал. Фиксируем болты. Можно пока два зафиксировать, чтобы он просто не крепился. Так, теперь у нас есть другой болт. Вот он, максимум. Я не буду тут подробно рассказывать, какой болт за что отвечает, блин, посмотрите, если будете настраивать. Все очень просто, есть болты фиксирующие, есть болты тонкой настройки. Болты тонкой настройки, вот это лево-право, это вверх-вниз, это болты фиксирующие на рамке. Все очень просто. Еще раз, как настраиваем? Первое, примерно выставили угол, ну так, на глаз вообще, угол подъема. Вот, эти болты отпустили, крутим руками. Руками нашли сигнал, поймали, еще любой сигнал. Зафиксировали эти болты, дальше лево-право регулируем тонкой настройкой. Нашли максимально, дальше регулируем настройка вверх-вниз. Можно потом после вверх-вниз проверить еще лево-право. Все. Ну, смотрите, я, друзья, я слез с крыши. Вот 14,9, это был максимальный сигнал, который мы ловили. Сейчас сигнал чуть меньше, 13,8, 14, ну, как бы он меняется, это нормально, потому что чуть-чуть колышется спутник от ветерка, чуть-чуть там тучки бегают и так далее. Ну, самое главное, хороший прием мы нашли. Нажимаем завершить наведение. Он проверяет, проверяет, затянуты ли все болты. Окей, затянуты. И дальше ждем. Он сейчас, то есть связь установлена, все хорошо, этот процесс минут десять занимает. Что-то там устанавливает какие-то сам по себе обновления, что-то скачивает, что-то отправляет. В общем, жужжит тарахтит. Наша задача ждать вот здесь, пока у нас не появится интернет. Впервые на этой земле в Аибге. Установка терминала завершена. Теперь вы можете подключиться к интернету. Готово. Модем работает нормально. Мы в интернете. Патрагноз погоды. Мы в интернете. Ну что, завершается наш второй большой выезд в Аибгу. У нас 21 век, прямо здесь. Прямо сейчас. Да, смотрите. У нас есть электричество оттуда. У нас есть интернет тоже оттуда. Не все удалось сделать, что планировали. Не все получается просто. Не все получается быстро. Не все успели сделать. Но самое главное, территория у нас охраняется электропастухом. И животные реально не заходят. Уже неделю мы проверяем. У нас появилось стабильное электричество. Не от генератора, а нормальное. Вот. Что вам сказать? Главное не бояться. Надо делать, побеждать сложности. Аибга-эко. Аибга-эко. Главное не бояться. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И смотрите дальше. Комментируйте. Мы показываем все как есть. Не так, как пишут в интернете. А сейчас быстренько то-се сделали все. Мы показываем как есть в реальности. И мы показываем, что в реальности получается. Смотрите нас. Дальше будет много интересного.